Вообще кто-то отказался. Да запросто. Ну там вообще, ну зачем из этого делать политику? Вот это Матвеева тоже, такая же журналистка. Юрий Ефимович, вот пошли вы в поход. Расскажите о том, как вообще проходили сборы, вот что меня интересует. Очень тяжелая палатка, топоры, ледорубы, ведра. Как это все вы с собой несли? Вот эта сегодняшняя позиция, это непонятно. Потому что прогресс 21 век. Сегодня это непонятно. А тогда ничего другого не было. Тогда были эти ватные спальные мешки. Они нам были абсолютно непригодны. Потому что тащить этот мешок, который там черт знает сколько весит. Мы эти мешки брали, их распарывали и делали общий коллективный мешок на 10 человек. Вот я ходил в Арктику с Птицыным. И вот в таком мешке мы спали. Там женщины, мужчины и все прочее. Но никого интима там не было. Там же... А кто его тащил такой мешок? Как его тащили? Вот именно. А тащить-то его. А потом же ведь от дыхания, от тела, он же намокал, становился тяжелее. Это же ведь не оленьи шкуры, которые можно вытрясти и убрать. Ну вот как в походе вы это все несли? Вот в этом походе последнем. Как распределялись вещи? А нес его самый сильный человек. Обычно. Самый здоровый мужик. Вот это его была судьба. Он его нес. Вот это спал. Ну вот такая была... Не было тогда ничего. И топоры. А что вместо топора топор нужен? Вот как? Кто нес в этом походе все? Как были распределены вещи? А кому за вход скажут, то это тот и нес. Мне спрашивали. Ну вот вы пошли. Мне не надо. Там была дисциплина. Вот тебе сказали. Ну честь этика такая была. Тебе сказали. Вот мне сказали, что я врач или геолог. Ну и все сказали. Ну я согласился, потому что я до этого был геологом и все прочее. Вот и все. Юрий Ефимович, ну вот вы пошли в поход. И как это было? Кто нес вот этот спальник? Как распределялись вещи? Потому что я изначально думала, что это вы на санках несли все это тяжелое. Нет. Кому за вход скажут, тот и несет. Нет. Вот этот поход. Я про последний поход говорю. А тогда еще не было такого открытия, как санки пластмассовые. Тогда еще такого открытия не было. Это уже потом, через несколько лет появились вот эти санки. Это замечательное изобретение. А кто их изобрел, я не знаю. Там на них наложат. И вот такой снег, они идут по снегу и не проваливаются. Это же все потом. А тогда еще мы были, эпоха была этих первооткрывателей. Там совсем... Даже полиэтилен был новинкой. Нет, полиэтилен это была бы большая... Редкость. Это дефицит. Дефицит, как Реккин говорил. Мешочки полиэтилена. Да, и мешочков не было. Как хранить вот эти все продукты, представляешь? И мы тогда... Вот лично я ходил по аптекам, к начальнику аптеки управления. Дайте, пожалуйста, нам рулон для... Вот эти сели, рулон этого пентилена. А это... Извините. Полиэтилен. Нет, я говорю не потому, что не знаю, как правильно, а как это. Тогда произносили. Нет, ну как произносили мне это в шутку. Вот. И он мне не дал, потому что он в дефиците был в аптеках. А он тогда использовался у них как для компрессоров. Вот. Тогда он такой был тонкий, удобный, хороший. Но когда нам удавалось его достать, мы его использовали на накидке. Это замечательно. И вообще для всяких целей его использовали. Юрий Ефимович, спирт откуда брали? Спирт откуда брали? Вот в этот поход как спирт пойдет? Спирт я отвечал за... Это как медик отвечал за спирт. Я там, это прошел весь город, это все властные структуры прошел. Ну только в партию не зашел, я не был тогда партийным. Вот. И мне спирт... А тогда была директива партийная, что спирт это никому нигде. Вот. И спирта я достать не мог. Вот. Мы пошли без спирта. А потом вдруг... Это в палатке нашли эту фляжку со спиртом. Ну когда уже... Откуда она там взялась? Вот. Откуда взялась? Я проноэлизировал и думаю, что возможно, что это принес Юрка Криванищенко. Потому что он жил в закрытом городе, а там у них спирт продавался свободно. Вот. Может, это было без меня, возможно, Игорь ему сказал, и он привез. Потому что, когда плят, эти вещи я распределял, то фляжки вот эти, да, опознали Криванищенко. Родственники. Родственники опознали Криванищенко, одну фляжку, а другую Слободины. Вот. А фляжки у нас тогда были, не у всех были фляжки. Ну, вот возможно, что этот спирт принес Криванищенко, но мне не сказали. Потому что, ну что, достали или достали. Спирт-то это материал в походе... Юрий Ефимович, кто в этом походе нес палатку? Кто нес спальник? Вот на ком это была обязанность? Нет. В этом походе спальников вообще не было. Не было. Так, а как спали? Телогрейки. Брали все телогрейки, да? Спасибо. А спали, как вот написано в книгах. На лыжи ставили эту палатку, на палатку там рюкзаки ловили в начале, чтобы... Тогда еще не было этого, поролона не было, ничего этого не было. И вот рюкзаки для изоляции от земли было довольно комфортно. Поверх них там вложили еще ненужные там, ну, такие вещи. Потом фуфайки, потом сверху одеяло одно. А другими одеялами, ну, когда там уже комфортно спали, все нормально было. Да еще печка есть ли. Вот кто нес тогда палатку, печку? На ком это была обязанность? Чья была? Ну, это я не помню, наверное, на ком обязанность. На парнях? Нет, потому что я-то ушел на четвертый день от них. А на ком была палатка, это действительно серьезный вопрос, на ком. Вот кто ее нес? Это знает только завхоз. Да. Он все учитывал, совершил. Ну, завхозом была Людмила Дубинина. Завхозом была Людмила Дубинина в покое. Да, Людмила Дубинина. А завхоз, она была, это, второе лицо после начальника. Потому что она командовала деньгами, сметой. Ну, у нее была, это вся власть. Это уже не вмешивался руководитель. Она была очень, девочка была принципиальной, честной, достойной. Вообще она это, вот она запросто это выполняла, эти функции. А кто нес, вот она знала. Ну, вполне возможно, что нес кто-то, опять же, один из самых сильных. Конечно, конечно, нес кто-то. И нес на себе, на рюкзаке. Потому что это было ему как бы наказание за что-то. Ну да, зато продуктов меньше. Ну там же повес, что там сперва распределяют как бы всем одинаково в первый день. А потом уже руководитель смотрит, кто как себя ведет. Ну, в смысле здоровья. Вот. И он же завхозу это потихонечу скажет. Вот ты начни, вот ты этого облегчи. И завхоз уже ему это говорит. Вот ты дай это на ужин, на это, на все, все прочее. Он дает. Никто же этого не знает. Да, точно. А потом, там, на третий день уже все идут, все нормально, никаких проблем нет. А вот первые дни, это вот, первые три дня, это очень самые такие дни сложные. Вот кому она дала, я не знаю. Юрий Ефимович, что у вас все-таки заболело? Почему вы ушли? А вы знаете, я с детства больной. У меня, это, у меня, значит, вот это у меня, вот эти с детства простуженные, такой неухоженный я был, как бы, в тяжелых условиях я жил. Вот, и у меня, и я, когда, это, в колхозе мы работали, это, на уборке картошки, осенью, зимой. Ну, еще там, это, в девятом классе, вот, там, это, нас послали в отдаленную деревню, там, дожди, это все надо было убирать, но мы же тогда не могли, да и не было тогда другого. Вот, все работали. И вот я там простыл, на этой картошке. И у меня, после этого, постепенно развился ревмокредит, развился постепенно. Вот, я поступил в институт, и он у меня это все развивало, вот эти все сердечно-радикулитные проблемы. И я, значит, уже был в академическом отпуске, потому что сразу же у меня сердце было, это по-страшному болело. Я лежал в институтской клинике, полгода лежал. Вот, а потом, это, там мне приносили, это, молоко приносили, и там принесли еще дизентерию. Вот, еще оттуда полгода меня еще недолеченного от сердца, от радикулита, от всего, меня отправили в это, в инфекционное отделение. Вот, там еще меня отпичкали этими всякими ядами. После этого я, после этого, тут мне академического отпуска сдали, и я поехал домой, в свою деревню. И вот, а там, это, там же, там же раньше не было этого регулярного сообщения. Вот, ну, зимой ходили, это напрямик, через лес, там, 40 километров надо было идти до моей деревни от последней железнодорожной станции. Вот, а тут уже был май, я такой, после всех болезней, простуженный по болоту. Там зимник, он был, а вот я вот так, вот еще это, после этого еще вот так. Провалился в воду? Нет, не провалился, я шел по такой дороге, по зимнюю шел. Нагрузка, нагрузка такая. По-другому-то нельзя было идти. И вот меня это еще добавило. Меня добавило, я, это, это, будучи летом дома в деревне, вот, а там же врачей нет, там только фельдшер был. Вот, вот она меня, как могла, лечила. А там надо было уже осенью ехать на уборку урожая студента. Вот, ну, я, естественно, не мог ехать, у меня там все болело это. Она мне дала справку фельдшерскую, а там в институте меня считали, что я отлиниваю, такой, я такой, сикой. Вот такая у меня сосудия жизнь. Так, а вот в походе-то что случилось? Вы заболели, что за... Ну, у меня вот эта вся система там, это, сердечная... То есть ревмокардит обострение получил, да? Нет, там у меня, там у меня было обострение вот этого радикулита, потому что у меня, это всю жизнь, потом меня эти ставили, эти, как бы, вот такие вот блокады делали мне всегда, и я потом иду в поход. Ну, это вы не знаете, что это такое. Это вот столько намокаина, туда вставляют спину. Вот, и у меня вот эта вся система, вот это вот, там, это... Я не знаю по больничному, там эти названия, там, как это называется, когда вот эти ноги-то отказывают. Вот этот термин я забыл. Ну, это все связано вот с этим. И вот, это и шиас, и все. И когда мы с этим, с этим... Я забыл даже, вот там Зина в дневнике откуда-то узнала и правильно сказала там. И Люда тоже правильно сказала. У меня вот это, я тогда это что-то помнил. Седалишные нервы она сказала. Седалишные нервы, да? Да, 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 да. Ну, это все связано, вся эта система. Вот. И у меня вот это... А мы когда ехали туда на машине до 41-го... На открытой. На открытой машине зимой. Зимой. Одетые-то мы как студенты бедные, там ничего нет. Вот нас всех продуло. И вот продуло, и у меня сразу же... Это, сегодня приехали, ночь переночевал на 41-го, и у меня сразу же не мог идти уже. Я пошел туда, все-таки, думаю, пройдет. Там один день шел, там фотография, как видно, там все идут. А там за километр, вот там фигура, это чья полосу там сзади. У тебя на фотографии есть. Вот это все. Юрий Фимович, вы расстались с группой. Вот, ну, есть фотографии, да, очень такая характерная, где вы с Людмилой Дубининой прощаетесь, Игорь стоит на заднем плане, вот. Да мы там со всеми прощались. Со всеми прощались. Ну, это фотография. Я обстоятельства эту не помню ничего. Там, ну, вот это... Ну, прощались, грустно было всем. Ну, потому что все это... Ну, я не знаю. А как вы узнали о том, что уже, что случилось? Что группа пропала? Вот как это все произошло? А когда я приехал уже домой, приехал там, потом с опозданием приехал, а уже начались поиски. Уже начинались поиски. Вот, вот, вот так я и узнал. Какое было? Вот что самое первое? Что, какое чувство было? Вот это, ну, да как, ну, ну, вообще. Ну, это я, я же не могу это сказать, что там было. Вот тревога непонятная. Непонятно что, почему. Атмосфера была непонятная в этом, в институте. Там, там же эти органы-то всех подозревали, что куда-то делись, ребята, зачем они туда попали. Там же за всеми, потом собирали на всех мерзопакостную характеристику, характеристики. Что за характеристики? А кто собирал их? Откуда я знаю, кто собирал? Там, ну, там, там было связано с какой-то непонятной ситуацией, что они выясняли, почему туда, зачем они туда пошли. И кто там был. А там был француз, там был этот, там еще был там один, и все. Вот, потом там были секретно-носители, ребята хорошие. Вот они, они думали, как бы это на кого-то свалить, вообще зачем они туда пошли. Ну, вот у них там мысль была такая, а мне там, это, потом говорят, ну, ты, говорит, никому не говори, говорит, да, ну, мы тебя всяко-всяко защищали, эти там, активисты, студенты, студенты и студенты. Треугольник. Ну, да, там треугольник. Мы тебя всячески-всячески защищали, от кого меня защищать? Ну, они, ну, и не сказали, ну, и не сказали от кого-то, зачем меня было защищать, что я. Такого натворил, да. Ну, вот такая была эта атмосфера секретности неимоверной. А дальше как происходили события? То есть отправились в группу поисковой туда? Ну, вот, ну, там, ну, как вот все дежурили там в институте, что, как, почему это, нашли, не нашли. А какие разговоры в институте ходили? Что говорили, почему? Разговоры были, что там какая-то естественная причина, стихия, и все были уверены, что это лавина. А все думали, что они живы, или нет? Что лавина, все думали, что живы. Нет, пока, пока их не нашли, все думали, что они живы, о том, что они, это, что могло случиться, что они уже умерли, об этом никаких разговоров не было. Но вот люди такие, которые знали, что они умерли, они были в тени. А кто знал, что это за люди были? Сейчас-то мы можем уже предположить. Нет, мы, это, я предполагаю, что это, что это связано с какими-то заводскими, или там, какими испытаниями. Вот, и там, значит, были люди, которые там дежурили, и это мое мнение, вы это нигде не пишите. Вот, и я думаю, что их, вот я сторонник этого Кунцевича, что там их зачистили. Там много всяких людей. Да, уже, вот, когда нашли палатку, когда нашли... Вот вы лично как об этом узнали? Кто вам об этом сказал? А там сразу же, там же дежурство было в турклубе, в правкоме, это сразу же, все вести распространялись, это, моментально. Там же все ходили, смотрели, что там, ну какие новости. Связь-то была уже со всей областью, с поисковиками была связь. Вот так, а потом этот весь журнал у них изъяли. Что вот ваше первое чувство, вот вам сказали, вам пришли и сказали? Страх, 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 такой вот, ну это, невозможно объяснить, ну, невозможно поверить ничего, что такое, не знаю, это не передать. Вот, весь город об этом думал. Ну да, там, ну вот что это такое, все, упало, все, ужас. У вас был страх за себя? А? За себя страх был в тот момент, что вы могли быть там же? Нет, откуда у меня, я же с ними не был, у меня ведь не было. Ну, если бы вдруг пошли, да, вот. Нет, вот если бы пошли, то это. Вот вы тогда думали об этом? Ведь я мог бы. Нет, нет, я не думал, что я мог бы. Вот, я только себя, это, ну, не поставил на место, а думаю, почему я ушел, почему я не разделил вот эту учить и все прочее. Это, может быть, там обстоятельства были бы по-другому, что там такое. Вот, а следователь Иванов мне сразу же сказал, чтобы я выкинул из головы вот эти все мысли, да, что это однозначно ты был бы десятым. Вот, он мне сразу так сказал. То есть, уже дело было открыто шестого, поиски начались двадцатого, а шестого там уже все было им известно, вот этим людям. А Иванов, следователь, говорит, что эти люди были, Кириленко, первый секретарь обкома партии, это, он, наверное... Ну, Иванов об этом сказал уже потом, да, то есть, Иванов же об этом потом уже сказал. Он же вам тогда, во время допросов, когда разговаривал с вами, он же тогда вам... Он сразу сказал об этом, сразу. А как он сказал? Что он сказал? Ну, вот это в разговоре, он... Я же не могу это... Вот я даже когда с Кириленко меня приглашал, зачем какой-то студент, я боялся, там 30 тысяч студентов, меня директор института занятий берет, бездрожит, и меня для защиты туда, этот полигон, кабинет ведет, этому Кириленко. Кириленко это как губернатор настоящий. И не как губернатор, он тогда был, это, ну, уже цикарь. Бог, как Бог, наместник Бога. Вот, и все. То есть, им все было известно, причины известны. Иванов знал, что это... Вот знал Кириленко причину, Иванов знал. Вот, еще прокурор области. Вот три человека. Вас вызвали Кириленко, и что? Да меня и вызвали, ему было любопытно посмотреть, а кто это так, все погибли, а он остался. Ну, я не знаю его, потому что что-то он там не говорил, он меня обнял. Понимаешь? Я не знаю о чем, то есть не помню. Ну, я, во-первых, это дрожал там, как отчинно вылез, все такое, вдруг меня к самому главному, вот, оп, на. Это я, у меня все отшибло. То есть, если бы там была какая-то стихийная сила, то все были бы довольны, была бы причина, дело бы закрыли немедленно. И вот сейчас, через почти 60 лет, бы вот этого нашей с вами встречи не было. Юрий Ефимович, а что рассказывал вам Иванов? Вот он, что говорил вам? И Иванович, он меня, как бы, это, ну, как бы меня успокаивал. Вот он ко мне относился, как к ребенку. Он хороший человек. Но, вот, ну, в конце концов, о причинах, он, я ему говорю, что лавина, еще с ним это доказывало ему. Вот. А он же не мог написать лавину, ее там не было. Потому что там была московская, там были специалисты московские, наши ребята, альпинисты были. И там не было никаких, никаких следов. Эта палатка, она вот как стояла, так и стояла. Крепление, все, там ничего не было. А теперь вот это, ее некоторые люди реанимируют в эту версию. Когда она была номер один тогда, она не подтвердилась. А сейчас под нее очень удобно, это, все списать. И что Иванов-то, что, как вот он, ну, что вам говорил? Нет, а Иванов мне сказал о причинах. Когда будет, это мы расследуем полностью, я вас всех соберу и скажу. Но там была, это, там была стихийная сила, там был мороз, пурга, это ураган, ветер. Вот у него какая была. Но мы пока расследуем. И он все свалил на ураган. Он говорил о том, он вам прямо сказал, что это все находится под контролем Кириленко? Нет, нет, нет. А как это? Боже упаси, это он сейчас так сказал. Сейчас он, это, средства массовой информации. А тогда он этого вообще говорить не мог. Ничего. Вы ездили на опознавание? Я ездил, это, вот они меня туда пригласили для опознания вещей. Более того, там это все было... А куда пригласили? Куда пригласили? Вивдель. Так. Вивдель. Там вещи уже были все привезены, но они были беспорядочно привезены кучами. Я их распределял. Но поскольку я там знал, какой там, чей рюкзак, я уже по рюкзакам, допустим, в рюкзаке там что-то лежит уже там. Это ясно, что это у человека. Вот так я распределял. Ну вот, а так, эти одежды, которые были за пределами рюкзаков, я, конечно, знал. Я говорил, что это, это. Там все было дятловское. Только была там и вещи, это все, топоры, все было дятловское. Но сейчас пишут, что вот я их не опознал. Да я не опознал, потому что откуда я конкретно знаю это. Это все, когда собираешься в поход, то это приносит то, это другое. Понимаете? Я вот это, в этом смысле, не знал. Вот. Там была одна вещь чужеродная, солдатская обмотка. Я ее развернул, Иванову сказал, что вот это не их вещь. Я не знаю, как это, как эта вещь вот здесь. Может быть, она откуда-то из другого места. Вот это чужое. Но он этот протокол не записал. Я делал вывод, что ему вот это было, не надо записывать. Вот. Откуда там жила солдатская обмотка. А потом начальник поисков, полковник Артюков, он вторую обмотку нашел в этом, в Абраге, где нашли последних. А там же вот столько снега. Обмотка там, естественно, с ноги потерялась, потому что там ее и не найти, вот в таком снегу. Вот. И он нашел эту вторую обмотку. И он даже специально даптал радиограмму. Появление обмотки мне непонятно. И он ее описал. А я же сам вначале сказал, что вот обмотка одна. То есть это там были чужие люди, которые это все делали. Вы видели мертвыми ребят уже? В морге видели их мертвыми? Я вот, когда приехал, там я видел Рустика, видел, и видел, Игоря видел. Ну, Рустика еще был, не размороженный был, а Игорь уже был скрыт. Он уже был под этим, под сауном был, накрыт. Но мне открыли, показали, вот, кто это. Но меня спрашивали в таком плане, но я сказал. Вот это так было. Все говорят, был необычный цвет тел у них. Вот что-то можете по этому сказать? Скажи. Это, вот у Рустика был этот цвет живого человека. Вот, как будто бы, вот он, но он еще был не размороженный. Вот. Ну, я же его не разглядывал так это. Ну, только глянул, и все. А у Игоря цвет был уже, ну, вскрытое тело, все прочее. Ну, он был какой-то темный. Вот. Я скажу, это не могу... Ну, вот этого оранжевого цвета вы не видели, да? Нет. Оранжевого цвета я не видел. Ну, все ребята об этом говорят. А это свидетельство того, что там было радиоактивное или химическое, или топливное воздействие. Вот. И оно, вот на радиоактивное я отдавал специалистам туда. Оттуда почву отдавал, и это, от кедра кусочек отдавал. И это у меня, это, ну, хороший автор этих всех учебников по радиоактивности. Он авторитет бизнес-коризненный. Вот. И он мне сказал, что это все фоновое. Там вот эти все анализы я ему дал. Он сказал, что это фонд той местности и того времени. Но, говорит, эта техника, которая тогда использовалась для диагностики вот этих всех анализов, тогда была техника несовершенная. Поэтому сказать что-либо конкретно, вот сейчас, я не могу. Но сказал, что это все фоновое. Я ему верю. Вот. А топливный, анализ местности на топливо никто не делал. Я пытался за свой счет это, вот это сделай, да. Но мне сказали, что ты сюда несусь, что мы имеем дело только по направлению органов. Вот. И что мы даже, вот, а потом я... Кто вам сказал это? А? Кто вам это сказал? Меня сказали в Институте экологии. Это в Екатеринбурге. Вот. А потом я там, этому... Знаком был с одним экологом. Я говорю, как мне вот это все организовать. Он это все подтвердил. И сказал, что это все очень дорого. Даже мы, когда отдаем на анализ, нас берут в основные деньги. Вот если бы кто-то бы вот эти деньги дал и сейчас, потому что это не... Анализ он, это по ученым, по научной информации, его сделать не поздно даже через сто лет. Поэтому надо просто сделать этот анализ. И потом, там же сейчас идет мониторинг этого места с этой точки зрения. В наши дни, там регулярно появляется из Института экологии, появляется специальный вертолет, он берет пробы. И вот следят там до сих пор. Ну, я вам всякую говорю, ерунду. Нет, это не ерунда, конечно, все. Вы, когда вы туда приехали, вот увидели Дятлова. Да, то есть, ну, вот чувствах, ну, какой-то заплакали или что вот. Ну, вот как-то вот эмоции какие-то. Ну, эмоции я не помню, это жуткие эмоции и все вот это, все неприятное, это все. Ну, все. Это я же ведь не... Ну, ты уже был готов, ты уже знал, что... Так нет, я из другой оперы. Я же не могу свои чувства это вот описывать, анализировать. Не могу сказать. Ну, это ужасно. Ужасно. Вы на перевале были, да, вот в мае? Нет, на перевале, потом я-то был многократно был там. Многократно там был памятник, то принимал участие. А вот в поисках, когда поиски шли? Нет, когда поиски шли, я бы там мог бы участвовать. Но я не изъявлял желание сам. Ну, по обстановке, по всему, по здоровью, там была уже... Я там был никому не нужен. Я и сам так подпринимал, и это... Там это... Холодное время, обострение. Да нет, там это... Нет, это все одно к одному. И потом там было кому искать, там были солдаты, там были разные эти войска были, там техника, там все уже. Там я уже был не нужен. И потом зачем? Нет. Я бы, конечно, мог туда приехать на поиски. Нет, там хватало добровольцев. Там хватало и добровольцев хватало, и людей хватало. Вы на опознание вот тех четверых, которых нашли в ручье, вас не приглашали, да? То есть такого не было уже? Последних. Последних ребят? Нет, последних нет. И там вообще было все скрыто. Даже в институте не знали об этом. Но учитывая опыт первомированный, никто не знал. Я об этом узнал только через 40 лет. Когда дело. Да, да. Через... Об этих травмах. Когда... Когда меня, это по протекции, допустили вот к этому липовому делу. Это дело не настоящее, это липовое. Вот. И... И... И там я узнал о травмах. А потом, когда... От... Ну, это же версии там. И их... Последних хоронили максимально... В закрытой... Обстановке. Даже, можно сказать, в секретной. Никто не знал, что их будут хоронить. Абсолютно никто не знал. Ни в институте, нигде. Но родственники знали? Родственники знали. Родственники. Единственное. Больше никто не знал. Вам приходилось общаться с родственниками, ребят? После того, как все случилось. Ну, только я общался с дятловыми. Общался. Вот они... А с кем? С отцом? С матерью с кем? Ну да, с отцом там, с родственниками. Вот. Они меня пригласили. И говорят, вот... Ты у нас будешь как сын. Вот. Приезжай к нам. Это все. Вот это все. Но это настолько тяжело. И я перестал вот это... Общаться с родственниками. Ну, с другими. С дятлами. Они меня пригласили. Я был у них в гостях. Приехал. Все. Все нормально. Ну, вот так. Когда там все плачут. И я там источник вот этих самых чувств. Тяжело. Сейчас я сама даже... Ваша сложилась. Уже после всего вот этого, что произошло. То есть вот... Понимаете, к чему веду? Да, да. Полвека. Вот что это для вас? Вот они... Это первый гурналист, который эту тему поднял. Нет. Это были там... Комсомольская правда была. И вот... Это Ленка Коскина. Ну, я говорю Лена Коскина. Ну, ребят. Между нами Ленка. Да. Вот она. Она первая... Она была студентка. Увидела вот это дело в архиве. Оно уже было почти раскурочено. Там кому надо. Кто-то и брал. Но это дело бутафорское. Оно никому не нужное. Оно без номера. А теперь вот это дело нам всем предлагают. Мы там во всей инстанции пишем. В прокуратуру, в генеральную, в генеральную прокурору. Во всей инстанции. Это в КГБ. Вот. И они нам все предлагают вот это дело, которое нашла Лена Коскина. Нашла. А когда Лена нашла, то она как-то там помсомолка как-то пронюхала. И они дали информацию об этом. Потом был... Большая статья была журналиста Богомолова. Очень хорошая, достоверная информация. Но он потом от этой темы отошел. Вот. Ну вот вы-то, ладно, журналисты. А вы-то сами. То есть вы... Так вот я сам вот и это. Я узнавал только вот через эти публикации. Которые вот у меня отношения. Но получается все вот эти 50 лет вам, вы пытаетесь узнать. Да, я пытаюсь узнать, но никто ничего не говорит, потому что вот причина секретности, она сохраняется до сих пор. Потому что я в этом уверен. Ну, вы опять там все напишите. Не надо ничего писать. Вот. Там это все продолжается. Там, в том районе. А что продолжается? Причина, которую ребят погубило, она продолжается до сих пор. А на ваш взгляд, что за причина была? Что погубило их? На мой взгляд, это зачистка. С одной стороны. А почему появилась зачистка? Поскольку они уже напоролись туда, куда не надо было приходить. Но они-то не виноваты, что они случайно оказались свидетелями и подверглись отравлению. Они уже были обречены. Потому что мне так сказал Иванов, вот это слово, обречены. Они просто были ненужны. Там сообщили по команде. Им сказали, что кто такие, ну и наши шпионы. А почему Иванов вам сказал, что они были обречены? Почему Иванов вам сказал, что они были обречены? По здоровью они уже были отравлены. Он вам так и сказал, что они были? Нет, 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 нет. Он мне так не говорил. Иванов мне сказал, что там стихийная сила урагана. Что они вот от этого испугались. Но зная их каждого в отдельности, кто как мог поступить, я эту версию совершенно исключаю. Никакой ураганы, эти ребята были адекватны при любой ситуации. А тем более был такой опытный, золотарёк был опытный. И Игоря Спанталыги, прежде чем принять решение, он должен был узнать, что там такое урагана, там, конечно, не было. И вот то, что Иванов вот это мне сказал, это как бы у меня, ну, как бы это, вот слово-то такое. Ключевое, да? Нет, ключевое слово. Ну, запомнилось. Нет, и я теперь, и когда, вот, допустим, по показаниям, там, когда снимали показания, там кто-то говорит ураган, я его сразу отношу к категории вот этих людей, которые делали эту самую зачистку. Они из той когорты. Так, ну я вам всякую ерунду говорю. Спасибо. Спасибо.